Павел Николаевич, кто все-таки снял с выборов, ну или не допустил к участию в выборах вас? Это Генеральная прокуратура или все-таки ЦИК? Непонятно, потому что Панфилова развела руками и сказала, что мы не можем не исполнить документ, который нам прислала Генеральная прокуратура. И получается, что у нас ЦИК-то не самостоятельная организация, она ничего не может рассматривать, она просто должна исполнять. А это, простите, что это за демократическое государство и что это за процесс выборный тогда? Не попадает ли, просто сомнение какое-то по поводу этого у вас не возникает? Вопрос, конечно, странный. Естественно, снимает с выборов ЦИК. Вопрос, какие основания ей дали для этого. Они написали запрос в Генеральную прокуратуру, естественно, они прекрасно знали, что ответ должен был прийти из налоговой инспекции, из Росфинмониторинга, но никак из Генеральной прокуратуры. А зам Генерального прокурора прислал такие документы, которые можно было сразу сказать, слушайте, а вы что прислали? Ни подписи, ни печати, ни фамилии директоров, ну ничего вообще, незаверенных законным образом. Да и понятно, что за 2-3 дня невозможно было, ну невозможно было получить ответы. Поэтому это все сфальсифицировано, ну насколько я так думаю, это мое личное мнение. Другое дело, что им нужна была какая-то зацепка, им ее дали. Вышел этот представитель Полихаты, который по удоверенности Полихаты выступает от Ирины Игоревны, и сказал, да мы ездили в Белиз, мы там сами все сделали. То есть понятно, откуда ноги растут. Но избирательная комиссия могла поступить по-разному, и Генеральный Андрей Зюганов говорил, и там юристы, что давайте вы зарегистрируйте, а потом будем разбираться. Ну если есть какие-то сомнения, потом разберемся и докажем. А избирательная комиссия поступила по-другому, она взялась. Еще раз, не надо обольщаться. Все это очень такая серьезная, грязная, абсолютно нечестная игра. У коммунистов рейтинг гораздо больше, чем у Евгения России. Максим Шевченко. Ну был возмущен, конечно, тем беспределом, он так и называет, связанным с преследованием по надуманным обстоятельствам. Предложил в качестве выхода, если КПРФ, конечно, это поддержит или предложит, снять и свою партию с участия в выборах, и партию КПРФ. Это вообще реалистичный план, или как вы считаете, просто оценивать? Стоит ли это делать, и будет ли иметь эффект? Если в бою погиб геройский один боец, это не значит, что всей армии надо застрелиться. Зачем это нужно делать? Надо продолжать борьбу. Я не думаю, что можно спеть песню, что отряд не заметил потери бойца. Конечно, я думаю, что тут мы вчера показали полное единство, уже показали, что все, без исключения кандидаты в депутаты, единогласны в том, что это абсолютно незаконное решение страны избирательной комиссии. Но Харакири самим себе делает, на мой взгляд, не стоит. Потому что, наоборот, нужно объединиться по любому поводу. Любая провокация, любая грязь, которая льется против оппозиционных кандидатов, должна быть прекращена. Мы же понимаем, в чьих интересах во многих кругах избирательных вдруг появились полные тезки проходных кандидатов. У Казанкова, Казанков. Ну, в общем, там везде. И, слушайте, вчера Элла Панфилова как-то так сказала, что мы возмущены. Чего мы возмущены? Если вы хотите, вы сразу сделаете то же, что сделали с Грудининым. Поснимайте всех фейковых кандидатов, которые там за неделю до выборов поменяли фамилию, имя и отчество, чтобы только стать похожими в бюллетене на кандидаты. В Саратовской области единороссы вообще приняли решение удивительное, что если в списке бюллетеней больше 10 кандидатов, не надо указывать Единую Россию, чтобы спрятаться вообще. Они стыдятся собственной партией и выходят, и после этого говорят, что мы хотим победить. Ну, это позорище такое. Это уже, знаешь, это все, что прийти играть в футбол, а потом взять и снять ворота свои. И сказать, вы знаете, поскольку ворот нет, поэтому вы нам ни одного гола не забили, а мы вам попытаемся забить, сколько хотим. Ну, это смешно. Поэтому я думаю, что Максим возмущен. Я к Шевченко очень хорошо отношусь, мы с ним дружим. Ну, я считаю, что это от бессилия, наверное, уже такого, потому что полный беспредел. Все прекрасно видят, что происходит. Умные люди, люди, которые патриотичны, люди, которые хотят сделать лучше не только себе, а всем остальным, они оказываются в загоне, а те, которые воруют, врут, жульничают, мошенничают, они оказываются на коме. Ну, так, все равно страну не поднимешь, это же понятно. Я вчера говорил, что у меня такое впечатление сложилось в одном эфире, я вам его пришлю, кстати, что у меня такое впечатление, что враги КПРФ и враги России – это одни и те же. Потому что предложение по повышению пенсионных выплат, по уменьшению пенсионного возраста, потому что национализировать нужно все народные богатства, чтобы они работали на страну, чтобы убрать все эти пенсионные фонды и платить пенсию из бюджета. В общем, огромное количество предложений, которые мы на протяжении нескольких лет уже предлагаем сделать, возможно сделать только тогда, когда победит КПРФ и другие левые сети. И это уже всем известно. Другое дело, что народ у нас, к сожалению, он такой, думает, ну что я пойду на выборы? Ну, все равно бесполезно. Нет, не бесполезно. Если все придут на выборы, это будет не бесполезно. Посмотрите, что происходит сейчас во Франции. Антиковидное движение, то есть движение против вакцинации. Они вышли все на улицу и все сразу отменили. И так же было с пенсионной реформой. Они тоже там пытались увеличить пенсионный возраст. Я имею в виду власти. Вышли все на улицу. Никаких особенных волнений не было. Ну, там, кроме некоторых провокаторов. И все сразу закончилось. Никакой пенсионный возраст не поднял. Поэтому власть, она, к сожалению, только силу чувствует. Другое дело, что они нас тихо ведут к революции, к бунтам. А бунты – это страшная вещь. Я вот тут недавно читал, как поступали с городовыми и судебными приставами в революционной Петрограде, когда это был Санкт-Петербург. Это ужасно. И зачем провоцировать людей, доводить их до полного, скажем так, в такой тупик, что они должны просто взорваться? Бессмысленно. На мой взгляд, лучше спорить в парламенте, чем спорить на улицах с булыжниками, дубинками, с отточенным газом. Не дай бог, еще с войсками. Но у власти, судя по всему, потерянные ориентиры. То, что я вижу, потому что, ну, чего, ну, парламентская партия. Все так испугались. Ну, хорошо, но был бы там один депутат, вроде один, да. Ну, это просто какая-то, по-моему, уже такая паника. Нужно было как-то солидно, спокойно. Власть должна быть солидной, понимаете. Любой сильный организм, сильный человек, сильная власть, она должна быть доброй какой-то, великодушной. А тут такая мелкая и низкая, к сожалению. Ну, что делать? У них уровень такой. У меня такое ощущение, что местами у нас уже власть подлецов. Мы их так специально отобрали, они не понимают, что такое честность. Что такое дал слово, держи. Что такое работать на страну. На них вроде как... Их идеалами являются те, которые разворовали страну, везли все деньги за рубеж. Но купили себе яхты. И там на этих яхтах отдыхают. В этот момент, значит, деньги гребут из России. Вот вообще. Ну, а КПРФ говорит, слушайте, а давайте, мы же не собираемся. Пускай они просто отдадим им то, что они как будто бы заплатили, и все национализируют. И будет нефть работать, как или газ, как в Норвегии, на всех? На пенсионеров, на инвалидов, на малообеспеченных. Ну, а эти богатые друзья, они немножко станут беднее. Ну, ничего страшного. Тем более, что что они сделали? Они накупили там за границей имущество. Потом это имущество у них в санкциях арестовали. Так их еще и здесь от налогов Единая Россия сгладила. Это надо было догадаться вообще. Люди растащили страну, увезлись за рубеж что-то. И потом их там накрыли какими-то санкциями и сказали, тогда здесь вообще с вас налоги брать не будем. Ну, это цинизм. КПРФ же предлагал совершенно другие подходы. Но видно, мы очень опасны. Никуда не денешься. Павел Николаевич, ну ладно. А вот с этим 2016 годом, это что за заготовочка такая? Рояль в кустах. Вот когда начали что-то, в общем-то, вам вменять, что вы что-то не так подали и ввели в заблуждение. Но в конечном итоге, по сути, если тогда Центральная избирательная комиссия, не имея на то право, допустила вас до участия в выборах, так она совершила преступление, не проверивая. Нет, нет, нет. Там все по-другому. Там все, там они прекрасно знают, у них есть документы, что перед тем, как избираться, ты закрываешь все, а после того, как все закончилось, опять открываешь. Это же известно. А не поэтому, кстати, меня и штрафовали. Я же заплатил огромное количество штрафов. Потому что за каждое открытие, оказывается, и каждое закрытие надо уведомлять, а если не уведомлено, надо платить штраф. И я, мы прошли все суды, мы показывали. Причем там же есть такие интересные счета, которые ты не открываешь. Это корс счета банка внутри банка. Так же, как, кстати, пресловутым золотом. Пресловутое золото никто никогда, я в руках его никогда держал, не видел. Это один из инструментов. Вот акции, золото, это все на самом деле инструменты. Когда вот эти деньги, можно почитать тысячу раз, у тебя, например, есть там тысяча долларов. Потом на эти тысячи долларов ты купил одну акцию, ты стал акционером. Потом ты эту акцию продал с выгодой для себя и получил вроде как прибыль. Но акций-то у тебя уже нет, это просто у тебя тысяча сто долларов. Это финансовые инструменты. Золото тоже. Кто-то там принимал решение, как правильно вложить деньги. Для этого есть специальные люди там сидящие. Они вкладывали эти деньги. Потом опять это золото продавали. Потом перед выборами президента, у меня не было счетов. Они это прекрасно знают. У них документы есть. Причем они их получили полузаконным образом и никогда никому не показали. Потому что если показать эти документы, то надо было вопрос задать, а откуда они у вас взялись-то? А это невозможно. Так же, как генпрокуратура никогда не ответит на вопрос, а откуда у них незаверенные никем без печати, без подписи директора, без подписи регистратора, без опостили документы. Как они их получили-то вообще? Получить такой документ законным путем невозможно. Это просто фальсификация. Но, еще раз, вы можете обвинить человека в чем угодно. Вот, например, в газете «Красноярские рабочие» сейчас напечатают статью от имени Грудинина, например, или от имени Зюганова, о том, что он призывает всех на баррикад. На основании этого судом Красноярского районного суда снимается Геннадий Андреевич с выборов. Он в список регистрируется без него. Он ходит по судам долго, доказывает, ничего доказать не может, потому что придет журналист и скажет, ну, это, по-моему, был Зюганов. Правда, у меня фотографий нет, записей нет, голоса его ничего нет, но вот как со мной 10 лет назад получили. А после того, как его сняли, когда выборы прошли, перед ним даже никто не извинится. Скажут, да, действительно, ну, кто виноват? Ну, вот виноват. Это же полный беспредел. Еще раз, когда в стране судебная власть подчинена исполнителям, вы можете делать все, что угодно, с любым гражданином в стране. Вы можете немого осудить за то, что он кричал лозунг. Вы можете человек, который не находился там в этом месте, а в этот момент был за границей, осудить за убийство. Вы можете признать, вот как сейчас Фургал сидит, ну, слушайте, там нет оснований никаких. Теперь уже, поскольку дело, срок исковой данности уже прошел, они ему новое дело шли. Ну, его же не выпускают. Или Левченко, он вообще никаким боком, там никаких нарушений нет. А он сидит уже полгода в СИЗО. К нему следователь не приходит вообще. Это давление на отца, это понятно. Поэтому в этом беспределе жить все тяжелее и тяжелее. Но этот беспредел привел к тому, что, к сожалению, Россия из самой сильной державы мира превратилась в страну Третьего мира, где жизнь людей на уровне африканских стран, где по уровню свобод мы находимся там где-то в соты. Где бесправие достигло. Это же страшное дело, когда женщину бьют ногой в живот, ну, человек, который при исполнении, а потом его как будто найти не надо. Хотя он сам приходил в больницу и извинялся. Ну, это вообще невозможно. Поэтому как-то наш президент, выступая в ООН, сказал, он сказал такую фразу интересную. Вы вообще понимаете, что вы натворите? Я когда смотрю на разрушенные заводы, закрытые фермы, когда смотрю на то, что людям негде работать, когда смотрю на то, что живут наши ветераны, дети войны, у меня такое обещание, что люди кому-то из этих загрудки и сказали, вы понимаете, что вы натворите? Вы единая Россия. Вы понимаете, что вы сделали вообще с астрономией? Когда дети хотят уехать, зарубежные, я имею в виду, молодые, ты все больше и больше уезжаешь. Когда в больницах умирают люди совершенно от... В 21 веке невозможно умереть от этих болезней. Ни в одной стране мира, кроме нашей. Когда мы кричим, что мы лучшие, а на самом деле ковид косят всех из исключения. И в больницу не выпадешь, в поликлинику. А они еще пиарятся. Это же ужас какой-то. Они рассказывают, какие они великие. А мы-то точно знаем, что происходит на местах. Поэтому надо что-то менять. Менять можно только через выборы.